У Тверской области есть все шансы войти в список наиболее популярных регионов, где российские режиссеры снимают художественные и документальные фильмы. Буквально на этой неделе в областной столице началась работа над двумя кинокартинами под названиями «Зорница» и «Безоглядки». До конца декабря в Твери будет находиться творческая группа фильма «Дорога». Кроме художественных сериалов, в одном из загородных лагерей при поддержке правительства Тверской области закончили работу над проектом «Киноуроки в школах России». По задумке авторов, это будет короткометражный фильм для детей. Мария Шалованова побывала на съемочной площадке и выяснила, чему посвящена картина и когда ее увидят тверские зрители. Эта сцена оказалась одной из самых сложных в кадре «Дети и животные». Научить актеров работать вместе на съемочной площадке – главная задача для режиссера фильма «Дом» Ирины Дубровской. Самое трудное – это когда животные и дети в кадре. У нас в Тверском фильме и дети, и животные в кадре. Очень многие режиссеры, они не сильно любят работать с детьми. А у нас проект все-таки для школ страны. И наши фильмы смотрят. Их смотрят во всех школах страны. Знаете, сегодня дети мало смотрят сериалов или русских фильмов. Это все больше взрослое поколение. Дети это не смотрят. А «Киноуроки» смотрят. Проект «Киноуроки в школах России» реализуется с 2014 года. Творческой группой из Санкт-Петербурга «Интлрост». Его цель – создание детских короткометражных художественных фильмов с воспитательным уклоном. Фильмы, которые делают ребята из Центра творческих интеллектуальных способностей «Интлрост», они доносят вот эти ценности – честность, ответственность, верность, правда, истина, любовь. Вот такие базовые ценности нашего российского общества. Простым, доступным языком, понятным современному ребенку. Это не кино, которому 50 лет, которое тоже очень важно, советский кинематограф, но, чтобы дети его восприняли, нужно их учить. А это кино, снятое со сверстниками в современных условиях, и оно тебя не оставляет равнодушным. Ты все переживаешь в каждом фильме. Тверской фильм посвящен такой непростой теме, как коллективное творчество. Любовь к труду и взаимовыручка – вот основные постулаты кинокартины «Дом». Главный герой – воспитанник детского дома, который мечтает стать архитектором. Чтобы добиться успеха, мальчик набирается опыта. Во всех начинаниях помогают верные друзья. Все роли в фильме играют тверские дети, в том числе и воспитанники Медновской школы-интерната. Для ребят это первый киноопыт, поэтому эмоции зашкаливают. Немножко волнуемся из-за того, что с незнакомыми людьми первый раз снимаемся. Продумывали, наверное, образ, что будешь делать. Все-таки у каждого же своя жизнь персонажа. А вот для Кирилла Вышеславцева работа в кадре такого волнения не вызывает. Он знает, что нужно делать. Внимательно слушать взрослых коллег и четко следовать всем рекомендациям. Он уверен, что полученный опыт обязательно пригодится в будущей жизни. Кирилл планирует стать режиссером. Я сейчас так уже снимаю, я к этому привык. Я снимаю про природу, про жизнь. А природа в Тверской области великолепная, считают члены съемочной группы. В Калининском районе можно найти много красивых и ярких локаций для кино. Уверены актеры и режиссер картины Ирина Дубровская. Мы снимаем на природе, мы снимаем в натуре. Это называется все натура, очень мало интерьера. Снимаем прекрасную тверскую природу и снимаем исток. Это не просто символ Тверской области, это символ России, исток Волги. И мы к этому очень трепетно относимся. Это самый большой, отличительный момент. Тверская работа для авторов стала юбилейной. 30-й по счету. Для творческой группы это определенный рубеж, когда можно подвести итоги работы. Картину «Дом» покажут в российских школах, после чего и станет понятно, какие темы наиболее интересны молодому зрителю.